Сегодня в редакцию телевизионного агентства Урала обратилась наша зрительница с недоумением и информацией, которая заставляет вспомнить и о сбитых машинами пьяных мальчиках, и о совсем недавнем гражданине Васильеве, учинившем дважды убийственное ДТП из первой попытки по результатам анализов, признанном трезвым как стеклышко. Правда-правда потом все же всплыла вместе с папиной ДНК. И тут вот по поводу октябрьского ДТП на Уралмаше, где шофер с выпущенными глазами гонялся за своей жертвой по тротуару, очень хочется спросить и отца Романа Кожевникова насчет того, в каком полку служили, коль скоро ваш сын признан трезвым в той же лаборатории, что исследовала анализы Васильева. Об этом почти сенсационном результате нам как раз и поведала вышеперечисленная телезрительница, очень хорошо по этой теме информированная, по той простой причине, что она как раз и приходится водителю, той самой потерпевшей, который сбил этот юноша с большими глазами. Позволим себе повторить запись его общения с очевидцами происшествия, когда вечером трудового понедельника на улице Ильича от винного магазина цветов польского флага он на своей Субару поехал почему-то не по проезжей части, а по тротуару, таранил Киа-Ариа, сбил девушку-пешеходку и врезался в дерево, не заметив ни одного из этих событий и растеряв счет собственным годам на этом свете. Тебя как зовут? Как тебя зовут? Как твоя фамилия? Гермал, Кожевник. А лет тебе сколько? 20 тысяч. А ты откуда едешь? 20 чем-то там. Сколько тебе лет? Конечно, есть. А ты куда сейчас ехал-то? Торопился-то. По тротуару. Сюда. Это остановка твоя, да? Ты посмотри, куда ты приехал. Ты в дерево приехал, осел. В каком дереве? Вот оно, дерево перед тобой. Ты машину разбил себе. Так вот, полиция тогда сразу заявила, что этот гражданин прошел обследование на предмет всяческого опьянения, но результат не сообщила, добавив, что биологический объект Рома будет проанализирован дополнительно. И вот сейчас выясняется, что после того, как первые пробы, сделанные в Свердловской областной психиатрической больнице, ничего такого не показали, повторные проводились в Челябинске, в той же лаборатории, которая имеет высокоточный жидкостно-газовый хроматограф, тот же самый, что исследовал Мачу Васильева, не зная, что она принадлежит Васильеву, полковнику, папе. И в итоге Кожевникова он не поймал, не увидев ни малейшей концентрации алкоголя или наркотиков в его моче. Мама Кожевникова, напомним, сразу выступила тогда с гневной отповедью всем тем, кто посмел заподозрить ее сына в употреблении за рулем и объяснила все лютой усталостью после отработанной смены на заводе. Ну, мама она на то и мама, чтобы дитя защищать до последнего, вопреки любой логике и здравым смыслам. А вот что не так с анализами, на этот раз гражданина Кожевникова, нам, наверное, еще как-то предстоит как-нибудь узнать. По крайней мере, несколько версий у специалистов имеется.